Всем привет! Сегодня я покажу вам, сколько энергии потребляет современный компьютер на примере своего домашнего компьютера. Нам в этом поможет этот замечательный прибор. Конкретно этот привезен из Германии. Я его купил бэушным тут уже в Украине. Немцы очень экономные, поэтому такие приборы можно поставить и себе считать на какой-то конкретный источник. Сколько энергии потребляют ваши домашние устройства. Что он может показывать? Вот сейчас вы видите вольтаж. Какой сейчас сети 227 вольт, 50 герц. Тут немножко неудобно у него так экран сделан, получается, сверх ногами. Как есть, так есть. Значит, дальше у нас в амперах показывает текущее потребление. Вот то, что нам надо уже, нам удобнее так смотреть. Это текущее потребление системы в ваттах на данный момент. 137 ватт вот у нас. Я вам позже покажу сейчас конфигурацию еще своего компьютера. В данном моменте у нас сейчас мы запустим Battlefield 3 в оффлайн-режиме. Сейчас он тут загружается. Сейчас покажу, что здесь есть еще. Это общее время он считает часов, как бы, наработки. Киловатт часы тоже вот он показывает. Здесь можно задать тариф. Сколько стоит 1 кВт? Но я не задавал, потому что меня это пока не очень интересует. Дальше такое. Тут еще есть часы, естественно. Ну, вот так. В основном, конечно, он для того, чтобы ваши расходы подсчитать на электроэнергию. Ну, нам вот он как раз пригодится именно для измерения энергопотребления. Так, вот мы запустили нашу игру. Видите, Battlefield 4, 135 ватт. Сейчас покажу реально, чтобы без обмана. Так. Сейчас побегаем. Онлайн-режим не запускаю, потому что надо там, наверное, давно не играл обновиться. Не хочу тратить на это время. Вот, в общем, видите. Сколько у нас здесь? 135 ватт. То есть в районе до 140 ватт потребляет наш системный блок. Так, сейчас мы выйдем. Так, я вам покажу. Сейчас запустим тесты, чтобы максимально нагрузить наш компьютер. Так, сделаем, чтобы было чуть видно более-менее. Так, что мы запускаем? Вот Prime95 у нас есть. Видите, здесь есть максимальное тепловыделение, энергопотребление. В принципе, нам этот больше всего подходит вариант. Значит, врубаем его. Сейчас, одну секундочку. Сейчас мы остановим, покажу, сколько компьютер потребляет в режиме бездействия, скажем так, без включенного антивируса. Просто вот сейчас ничего не делаю. Это Windows 7 у нас 64 бита. Вот 66 ватт всего лишь. Так. Возвращаемся на место. Так, запускаем. Prime95. Prime95. Так. Трендурный тест. Еще раз запускаем то же самое. Вот мы запустили. Это мы нагрузили процессор. Тут все два ядра, у меня четыре потока, все загружено. Значит, еще запускаем фурмарк, чтобы нагрузить видеокарту. Как правило, видеокарта и процессор являются, центральный процессор являются самыми наиболее прожорливыми компонентами системы. Фурмарк тут, в принципе, нет большой разницы какое разрешение, все равно нагрузит видеокарту. Допускаем фурмарк. Go. Вот у нас пошло. Работает и то, и другое. И вот давайте посмотрим, сколько потребляет наш системный блок. На данный момент. Вот вы видите, всего 164 ватта. Как бы совсем 166 вот есть. Совсем немного. Теперь сами понимаете, что не обязательно брать сильно дорогой и сильно мощный блок питания. То есть хороший блок питания, ну, такой, я сейчас вам покажу конфигурацию свою. Ну, там, даже хороший блок 400 ватт тоже может потянуть вашу систему, если вы хотите сэкономить денег, конечно. Ну, мощный, опять же, чем лучше, мощный. Вентилятор регулируется в зависимости от температуры. Ну, а температура в блоке питания зависит от нагрузки на него. Поэтому мощный блок питания, как бы, он лучше в том плане, что будет тише. Некоторые очень мощные блоки умеют даже, при такой вот нагрузке, где-то вот 160 ватт, есть такие блоки, которые вентилятор вообще могут отключать. И у вас будет, как бы, абсолютная тишина в этом плане. Вот, видите, 160 ватт, ну, как бы, не больше. Сейчас я вам покажу свою конфигурацию, сейчас переставлю камеру. Вот моя конфигурация, вы видите. Материнка на Z77 чипсете. Процессор Core i3-3220. 8 гигабайт памяти Kingston. Видеокарта MSI GTX 650T. Также есть 4 вентилятора у нас в корпусе, дополнительно установленных. Два винчестера. Вот там еще есть пару реобасов. Точнее, сколько здесь? 3 реобаса. Я их тестирую на данный момент. Ну, и еще моддинговая одна панель от Cooler Master. Вот такая вот система. И вы видите, потребление совсем небольшое. То есть, в режиме ожидания мы получаем где-то 60 ватт. 66 ватт, а в режиме нагрузки до 160. Вот так вот. То есть, вот это блок питания у меня 560 ватт. Я когда-то брал, так сказать, запасом. И раньше было больше потребления, как бы, то есть вот. Получается, он не очень сильно нагружен. Вот так вот. Вот вы просмотрели конфигурацию моей системы. Посмотрели, что внутри есть. Ну и сами знаете уже, сколько это все потребляет при максимальной нагрузке. Значит, еще один важный момент. Вот эта цифра 63. Это уже цифра вместе с той энергией, которую блок питания тратит на преобразование. С переменного напряжения на постоянное. То есть, как бы, эта цифра фактически завышена. То есть, если он будет, к примеру, вот у него максимум тут написано 350. 350 будет он потреблять, к примеру. То здесь у нас будет 370-380. То есть, как вы понимаете, что система, как бы, чисто внутри система сама, без учета потребления самого блока питания, потребляла. Там вот у нас была 160, то есть, она может потреблять где-то 140-130. Ну, реально. На блоках питания обычно, конечно, пишут мощность, которую он реально может отдать. То есть, без учета этих потерь на преобразование. То есть, вы гарантированно получите эти 350. Правда, еще нужно учесть, тут есть, вот видите, разные, по разным линиям, есть ограничения по мощности. Это тоже, как бы, нужно учитывать. Ну, лучше просто взять с запасом и не переживать. То есть, вот этого блока даже 350, если бы я поставил свою систему, мне бы его 100% хватило. Это гарантия. В общем, всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Или дизлайки, если не понравилось. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok